Меня зовут Сергей, я из компании PowerCode, являюсь TeamLead, и сегодня мы поговорим, точнее мы попытаемся ответить на вопрос, готовы ли Дэна заменить Node.js. Ну и приступим. В частности, что мы сегодня будем рассматривать во время нашего доклада, да, мы, соответственно, проведем такой, ну даже несколько сравнительный анализ, да, сколько некоторые ключевые моменты выделим, которые есть сейчас у Дэна, ну и их, скажем так, особенности, да, и отличие от Node.js. Также посмотрим на текущее состояние всей инфраструктуры, да, или же экосистемы Дэна. Ну и посмотрим также, что представляет из себя, ну буквально кратко, комьюнити Дэна, и на основании всех этих моментов, да, попытаемся, попытаемся прийти к какому-то выводу, да, и прийти к какому-то, скажем так, к какому-то решению. Ну и приступим, да, что из себя представляет Дэна, да, вот. Если же обратиться к Викопедии, да, то там сказано, что Дэна представляет собой платформу, да, ронтайм для JavaScript и TypeScript, которая базируется на движке V8 и использует язык распрограммирования, да. Да, возможно, где-то такое вы уже видели, да, и абсолютно правда. Вы такое же видели, скажем так, в описании Node.js, да, ну кроме того, что Node.js это всего лишь среда выполнения для JavaScript, и которая тоже базируется на том же движке V8, да, ну и базируется главным образом на языке программирования C++, да, и библиотеки Люб.ю.ви. Ну, забавный факт, Дэна является собой анаграммой от слова Node. Ну, то есть она составлена из тех же букв, да, из которых написано слово Node. Ну, и это не случайно, да, потому что у этих вещей, да, один и тот же автор, Райан Дайл. Окей, начинаем. Ну, и начнем с самых главных, ну, даже не сам не главных, да, это скорее главные, не главные особенности. Сложно как-то выделить, да, просто с особенностей. Первое из них то, что Дэна поддерживает язык программирования TypeScript прямо из коробки. То есть вам ничего не надо, ну, скажем так, никаких отдельных транспиляторов, компиляторов, никаких отдельных вещей. То есть, как видно на слайде, да, это, скажем так, взят небольшой пример кода из непосредственно самих стандартных библиотек Дэна, которые отвечают за криптографию. И еще один важный момент, в отличие, если же мы будем использовать Дэна как для рантайма для JavaScript, мы можем использовать так званые ES6 модули без никаких лишних телодвижений, да. Это значит, мы можем использовать синтаксис импортов и экспортов, да, или же, ну, забегая наперед, в Node.js с этим никаких проблем нет, да, вам лишь, если использовать там самые свежие и самые последние версии Node.js, для того, чтобы использовать ES6 модули, вам понадобится всего лишь или в пакетже JSON дописать дополнительный флаг, или же использовать особое расширение файлов, да, модульный JavaScript, да, или MGS. Окей, стоит еще, скажем так, раз уж мы зашли за TypeScript, да, то есть такой момент, да, если вы его будете использовать, скажем так, для своих каких-то фронтенд приложений, да, или же в Node.js, вы вправе сами выбирать версию TypeScript, да, версию транспилятора, компилятора и так дальше, да, но в, скажем так, в Deno эта версия жестко привязана к версии самого Deno, да, то есть я тут предоставил, скажем так, ну, что ли, небольшую информационную справку, да, например, во время релиза первой версии Deno, скажем, которая произошла в мае прошлого года, да, версия V8 движка была 8.4, да, а версия TypeScript лишь 3.9.2, а версия Deno, релиз, который произошел 19-го числа, или же, или же 2 дня назад, да, актуально поддерживал версию TypeScript в версии 4.1.3. Окей, следующая вещь, о которой мы хотим поговорить, это непосредственно, какой API предоставляет сама платформа, да, сама в Node.js, я думаю, так или иначе, кто-то из вас, наших зрителей, сталкивался с Node.js, да, и так или иначе могут отметить, да, и саму документацию, да, и, скажем так, и области покрытия самого API, да, то есть мы покрываем, скажем так, задачи, начиная от какого-то взаимодействия с операционными системами, с файловыми системами, да, и заканчивая сетью, да, и сетевыми протоколами. Если говорить про последние версии Node.js, да, то у нас есть, скажем так, и поддержка с помощью стандартных библиотек таких протоколов, да, как HTTP 2, да, и Quick, вот. Вот, ну, в свою же очередь, и Дэна, скажем так, не представляет собой совместимое API с Node.js, вот, и его можно условно разделить на два составляющие, непосредственно рантайм API, которое тоже можно разделить на две вещи, так, небольшое замечание, я почему-то слышу сам себя, вот, рантайм API, которое можно разделить условно на веб-совместимые API, да, и на дэна-специфичные API, ну, которые из себя включают работу с файловой системой, да, и небольшое взаимодействие с операционной системой, и стандартную библиотеку, которую необходимо, скажем так, подключать. Итак, рассмотрим, рассмотрим подробно про каждую из этих составляющих, да, и начнем с веб-совместимого API. Веб-совместимая API, наверняка здесь представлен огромный список, да, из 40 веб-совместимых API, почти все это вы видели в своих браузерах, почти все это, ну, в смысле имеется в виду в браузерном рантайме, да, часть из этого так или иначе представлена в самом Node.js, да, например, те же event-таргеты и так дальше, да. Ну, скажем так, что тут стоит отметить, да, что интересные моменты, да, например, если говорить про event-листенер API, да, то он, скажем так, например, когда мы будем запускать это все как в небраузерном рантайме, да, то в Deno мы можем, грубо говоря, прослушивать особые ивенты, да, которые Deno-специфичные, например, там и существуют ивенты на загрузке, ну, скажем так, на момент загрузки самого приложения, да, на момент его окончания, или же, ну, стоит отметить, что, скажем так, что у некоторых API стопроцентной совместимости с ихней спецификацией отсутствует, да, например, Fetch API, да, или API для взаимодействия с нетворком, да, в Deno, в Deno у нас, скажем так, отсутствуют некоторые вещи, да, которые были бы характерны для каких-то веб-платформ, да, ну, например, мы, ну, например, тот, кто нам будет выдавать респонс, да, скажем так, не может нам никак засетить куки, вот, ну, что, впрочем, и логично. Окей, и давайте рассмотрим непосредственно стандартную библиотеку, которая есть в Deno. Ну, и здесь первое, что образуется в глаза, да, если посмотреть на вообще названия, на самих модулей, да, то они близко не похожи на то, что вы видели в Node.js. Если вы, скажем так, интересовались какими-то языками программирования, да, и в частности... И в частности... И в частности... GoLanguage, да, то вы могли заметить чуть ли соответствия не один в один, да, соответственно, вот какие-то из модулей, ну, скажем так, даже в самой официальной документации Deno так и сказано, да, что большая часть стандартной библиотеки, да, это вольно портированная стандартная библиотека Go. Ну, и на самом-то деле оно так и есть, да. Например, существует такой пакет, как, ну, непосредственно в Go, как FMT, да, он для форматирования строк и текста. И если посмотреть даже на документацию в самом Deno, да, то, скажем так, то если не считать нескольких замечаний, да, того, что не все реализовано, да, то мы видим чуть ли не один в один реализацию, вот. И если даже такой провести сравнительный анализ, да, например, этим же самым в Node.js занимается функция формата, да, из модуля Util, так-так-так, вот. Ну, и если посмотреть, например, какие там сами параметры форматирования, да, и какой, скажем так, DSL, да, Domain Specific Language, поддерживает данная функция для форматирования, да, то мы видим абсолютную, скажем так, абсолютную несовместимость, да, ну, что, грубо говоря, наталкивает, ну, даже не наталкивает, да, и точнее, что приводит к выводу, ну, даже не столько сам факт одного единственного модуля, да, но единственной функции, да, сколько сам факт всей стандартной библиотеки, да, что ее API совершенно несовместимо, скажем так, как существующая стандартная библиотека и в самом Node.js, да, и даже такие мелочи, как форматирование текста, дань была отдана в пользу того, чтобы сделать все похожим то, как было в Go, да, а не так, как это было в Node.js. Ну, и здесь стоит сделать небольшое историческое отступление, да, все так получилось по той причине, что самые ранние версии Дэна были написаны на Go, ну, и, соответственно, очень много идей, ну, как мы потом позже увидим, тоже были повзаимствованы в Go, ну, это тоже, скажем так, исторически так получается, да, потому что сам создатель Дэна, Райан, какое-то время работал в группе, ну, или же в команде по языку Go Language. Поговорили о плохих, что ли, вещах, да, но и не упомянуть и хорошие вещи. Сам Райан не раз делал замечания, да, позже уже, ну, скажем так, после выхода Node, что они, скажем так, что было большой ошибкой, да, того, что они делали всю библиотеку, да, и большую часть API на callback, да, ну, хотя в то же время можно было использовать и Promises, даже, ну, скажем так, в девятом году нет, да, но когда там Node.js стал первым релизом, да, в тот момент, ну, когда еще не так много было всего, ну, да ладно, да, этой мыслью хочу донести того, что сама по себе стандартная библиотека, да, в Дэна, она полностью совместимая с Promises, да, ну, и, соответственно, если пользоваться современным синтаксисом Async Await, да, то никакого у нас callback Hela, ну, и прочих вещей, да, не будет. Ну, также отдельно стоит показать, например, как выглядит простейший HTTP сервер, да, ну, он же HTTPS, если же добавить несколько настроек, вот, соответственно, если вы помните, как это было в Node.js, вот, здесь же мы имеем, скажем так, асинхронный итератор, который во время своего асинхронного итерирования просто-напросто получает объекты реквестов. Хорошо. Хорошо. Давайте, давайте проследуем дальше. А, да, также стоит отметить, что по поводу совместимости с библиотекой, совместимости со стандартной библиотекой Node.js, подобные вещи имеются в roadmap самого Дэна, и даже есть такой модуль в стандартной библиотеке, который называется Node, Node, который, так или иначе, рассчитан на то, чтобы зафолбетчить какие-то вещи из Node.js, да, ну, и, соответственно, можно увидеть, какая на данный момент есть поддержка, да. Следующая вещь, на которой мы остановимся, это, скажем так, модули и пакеты. Одно из нововведений в Дэна, да, здесь у нас теперь нету пакетного менеджера, да, NPM, с которым все мы так привыкли работать, да, и не только бэкенд-разработчики, да, но и тем, кому приходится взаимодействовать с фронтендом, вот, соответственно, в пользу для того, чтобы отказаться от децентрализации разработчиками Дэна, было принято решение отказаться, уйти от пакетных менеджеров, да. Ну, и, соответственно, вы спросите, да, и как же происходит подключение каких-то сторонних библиотек, да, все достаточно просто, эта идея позаимствована из языка программирования GoLang. Соответственно, мы импортируем по ссылке, то есть после импорта по ссылке у нас, у нас во время запуска или компиляции, ну, к этому мы еще вернемся, что подразумевается под компиляцией у нас, если данной библиотеки нету, да, то она будет скачена и захэширована, да, и следующие, скажем так, запуски уже будут осуществляться с хэшированной версией библиотеки, вот. Но, скажем так, несмотря на то, что есть попытка отказаться от централизации, да, все равно существует такая вещь, как, скажем так, список, список, что ли, курируемых сторонних third-party модулей в Дэна, да, ну, и он называется X, ну, и, соответственно, ну, сам по себе этот сервис представляет собой некое хэширование, то есть вы можете с какого-то либо системы контроля версии захэшировать, да, свою версию библиотеки, да, ну, и, соответственно, дальше ее можно будет взять из данного сервиса, ну, и, соответственно, ну, также вы, возможно, зададите вопрос, да, что по поводу версионирований и всего такого, да, если же вы используете какие-то свои, скажем так, источники пакетов, да, то версионирование ложится на вас, да, то есть или вы по этой ссылке должны указывать конкретную тег, ну, если это быть, то, например, гид, да, тег или бранч или какой-то конкретный коммит, да, то с использованием данного сервиса, ну, немножечко все упрощается, да, окей, ну, при этом, скажем так, комьюнити людей, которые так или иначе развивают, данные используют, данные философии не очень прониклись, да, и, ах, да, чуть не забыл, да, также присутствует возможность, скажем так, глобальной установки самих пакетов, да, то есть то, что у нас с помощью NPM была установка с флагом global, да, в Deno у нас равно просто Deno install, вот. Ну, и возвращаясь к комьюнити, комьюнити данные инициативы по поводу децентрализации, ну, и отказа от пакетных менеджеров, ну, не очень прониклась этими философиями, да, ну, и, соответственно, существует как минимум три популярных пакетных менеджеров, да, которые, например, как DPM пытаются, пытаются так или иначе в какой-то мере подражать NPM, да, а также есть DEM и Tirex, которые пытаются, которые пытаются, скажем так, по-своему имплементировать пакетный менеджмент, да, и существует два, две библиотеки, которые, скажем так, решают проблемы, скажем так, скриптинга, да, ну, тут не стоит забывать, да, что NPM это не только пакетный менеджер, но еще и, ну, еще решает вопросы таск-раннинга, да, то есть мы можем с помощью него там создать какие-то скрипты, да, то есть, ну, там с какими-то аргументами и параметрами, да, ну, и, соответственно, просто по Алиасу обращаться к ним с помощью NPM, да, соответственно, сам по себе инфраструктура DEM она такой возможности не предоставляет, да, и поэтому на подобный запрос, вот, для тех, кто, скажем так, не освоил make, да, вот и возникают подобные решения. Хорошо, по поводу обзора, скажем так, какие, ну, какие есть библиотеки в, ну, какие существуют библиотеки DEM, мы еще вернемся позже, да, а сейчас перейдем к следующей вещи, да, и следующая вещь это, скажем так, безопасность, да, то есть DEM позиционирует себя как безопасная по дефолту ром-тайм среда, ну, и, соответственно, для того, чтобы получить доступ к каким-то ресурсам, да, у вас этот доступ изначально закрыт, ну, и вам, соответственно, надо во время запуска, да, или установки DEM модуля давать эти разрешения, да, то есть у нас есть отдельный, ну, отдельный ресурс, как чтение, как запись файловой системы, как чтение файлов-энвайроментов, как run, ну, а под run подразумевается, грубо говоря, работа или же с воркерами, да, или же форк каких-то сторонних процессов, вот, ну, и также еще, скажем так, как все мы помним, те самые уязвимости спектра, да, которая базируется, ну, ну, скажем так, это является темой отдельного доклада, да, но, грубо говоря, для тех, кто хочет обезопасить себя от подобных, от подобных уязвимостей, да, вот, ну, или наоборот, даже для тех, кто хочет себя обезопасить, ему делать как такую изденно ничего не надо, да, ну, разве что не использовать флаг во время запуска или установки пакета, дать абсолютно все разрешения, да, то, вот, есть, грубо говоря, отдельный флаг для вот таких вот точных, грубо говоря, измерений, вот, ну, и здесь хочется остановиться на небольшом примере, вот, соответственно, как это выглядит, вот, я подготовил такой пример, да, который, вот, в частности, использует один из методов веб-совместимых API, который, о котором мы говорили ранее, fetch, и использует одной из Dena Runtime API, да, для записи в файл, вот, соответственно, посмотрим, что произойдет, если мы попробуем запустить данный пример без единого, без единого флага, и вот, что мы видим, да, вот первое, что у нас случилось, да, грубо говоря, мы попытались обратиться к сети, и, соответственно, мы получаем, вот, и уведомление, да, о том, что запустите с флагом allow.net, да, или же в противном случае ничего не произойдет. Вот, к слову, например, о флаге, да, мы можем его запускать, если мы хотим, скажем так, скажем так, быть полностью уверенным, да, что какая-то сторонняя библиотека или кто-то еще, да, не собирает там про нас статистику, да, или, например, не уведет нашей SSH ключи, да, мы можем давать разрешение на специфичные оригин, да, вот в данном случае попробуем запустить эту программу, давший разрешение для сетевого взаимодействия, да, с ресурсом json-placeholder-typecode.com, вот. И так, так, так. Так, и пошло немножко не по плану, да, пошло немножко не по плану, но проигнорируем данную вещь, да, и поэтому дадим разрешение для взаимодействия с, дадим разрешение на взаимодействие с любым, скажем так, оригином. И, да, вот мы получаем следующую ошибку, да, ошибку, соответственно, обращения к ресурсу файловой системе, да, на запись, да. Соответственно, нам требуется дать еще один флаг, да, чтобы такая маленькая, скажем так, программка заработала, да. И, соответственно, вот мы видим json, который мы записали в ответ. Хорошо, хорошо, это что касается безопасности. И еще очень важная вещь, это непосредственно сам инструментарий, да, который у нас есть. То есть, как так, да, у нас забрали пакетный менеджер, да, и, соответственно, так просто это не оставили, да, нам взамен дали кучу инструментов, да, которые так или иначе при работе с Node.js нам приходилось ставить как сторонние модули, да, их как-то, скажем так, кастомизировать. У нас же из-под коробки есть инструменты для линтинга, для форматирования, для собирания бандлов, для компиляции, для запуска тестов, для дебага и для составления, для генерации документов. Вот, ну и, соответственно, я подготовил небольшой пример для всего этого, да. И тоже давайте посмотрим. Вот, соответственно, это очень маленькая тоже программа, да, которая, если так разобраться, да, по смысловой нагрузке делает очень-очень странные вещи, да. Но у нас есть метод, который складывает два числа, да, и возвращает другое число. У нас есть, соответственно, главная функция, да, которая делает, грубо говоря, запрашивает у нас эти два числа, да, и вызывает данную функцию, да. И у нас, соответственно, есть тесты. Вот, ну и попробуем, давайте, давайте, вот первое, что попробуем, да, пытаемся... Сейчас надо перейти в другую директорию. Попытаемся, да, применить каждый из этих инструментов по очереди. Да, по поводу линтинга, здесь мы видим, что на момент версии 1.7.0 этот функционал до сих пор еще используется под флагом Unstable. Вот, ну и, соответственно, линтинг нам говорит, да, что вот мы использовали дебаггер, и, соответственно, линтинг нам не пропускает использование дебаггера, да. Вот, давайте попробуем сделать форматирование, да. Ты успел заметить, да, вот, соответственно, автоформатирование нам устранило все то, что мы сделали. Соответственно, о каких вещах мы еще хотим поговорить, да, это само тестирование, да. То есть из-под коробки у нас очень похожие все вещи, которые вы могли видеть в джесте. Вот, то есть мы можем тест-сьют и тест-кейсы создавать, да. Но для assertion, скажем так, нам надо использовать какие-то из методов, там, assert, assert-equal и так далее, да, из стандартной библиотеки. Вот, попробуем запустить тесты. Вот, ну и, соответственно, найден один тест, да, который проверяет, скажем так, позитивный сценарий, да. И давайте раскомментируем тест, который не будет проходить. Ну и вот, соответственно, можем убедиться, да, что тест не проходит. Ну и давайте ходили вокруг да около, да, и теперь попробуем запустить саму программу. Вот, ну и, соответственно, нас просят ввести значение 1, 2, да, и получаем следующее значение, да. Давайте посмотрим, как будет работать такая вещь, как бандлинг, да, например. Тоже он требует указания файла, да, да, и требует еще параметр, грубо говоря, файл, который будет получаться в результате, да. И вот мы видим, да, и получаем такой файл, да, который так или иначе импортирует наш ESX модуль с функцией сложения, да. Ну и вот так выглядит наш результат, да. И самая одна из интересных вещей, да, которая, пожалуй, отсутствует так или иначе в Node.js, да, это возможность собрать приложение, да. То есть мы можем скомпилировать наше приложение и получить, да, на момент, на момент версии 17, 1.7.0. Этот функционал еще тоже находится под флагом Unstable. И в такой способ мы получаем бинарный файл. Бинарный файл, да, который мы можем запустить. Давайте попробуем его запустить. Я не указал имя, да, поэтому он, скажем так, сгенерировался с такой же названием, как и называется директория. Ну и, как мы видим, все тот же функционал, да, где нас просят ввести два числа и получить сумму третьего. Достаточно, достаточно забавный факт, да. Если мы посмотрим на размер самого бинарника, да, то мы увидим, что такая достаточно простая программа, да, занимает... Которая из STD input, да, получает два числа, да, и их складывает, занимает 50 мегабайт. Но стоит, скажем так, здесь понимать, что мы сравниваем между собой не какие-то компилируемые языки, да. То есть там, ну не стоит это сравнивать там с какими-то плюсами, да, или тем же GoLanguage или Rust, да. А стоит сравнивать с какими-то скриптовыми языками, да, которые с собой в рантайм тянут виртуальные машины, как это в нашем случае V8. И если уж на то пошло, да, то 50 программ, 50 мегабайт это достаточно мало, да, скажем так, если проводить сравнение с рантаймом на JS, да, то рантайм на JS надо достаточно постараться, да, чтобы даже такая маленькая программа из буквально четырех строчек, да, скажем так, упакованная в рантайме занимала 50 мегабайт. То есть это нам, ну, по той причине, да, что даже самый минимизированный докер образ над JS рантаймом, да, уже весит около 100 мегабайт. Хорошо, и давайте, давайте, давайте самая тоже вещь, без которой не бывает никакой продуктивной разработки, да, посмотрим, посмотрим, не в ту сторону, посмотрим дебаггер, да. Сам по себе дебаггер, он в Deno, он реализует протокол V8, V8-дебаг протокол, да, и который также реализует, скажем так, Node.js, ну, и который также реализует некоторые браузеры. Ну, и, соответственно, отлаживать и дебажить наш Deno мы можем так же, как мы это делали, так же, как мы это делали Node.js приложение, да, вот, соответственно, флаг так и называется. Ну, давайте на всякий случай добавим дебаггер, вот, чтобы остановиться, и, и, вот, я подготовил инспектор, да, и здесь мы видим, мы видим, ну, это должно быть это же приложение, давайте перейдем туда, да, и вправду, вот мы видим наш дебаггер, вот мы видим, грубо говоря, что у нас есть за файлы, да, и давайте степ-бей-степ Вот мы спустили, да, и, соответственно, тут нам надо ввести значение, и сейчас, да, мы попали на метку, и тоже можем, скажем так, посмотреть состояние, да, наших переменных, которые мы ввели, вот, соответственно, все, все то, что у вас было в Node.js, да, весь этот огромный тулкит, да, ну, в данном случае я это делал с помощью браузера Chrome, да, также можно настроить с помощью плагинов visual кода, да, или если вы еще используете какие-либо другие среды разработки, да, то в них, скажем так, все те плагины, которые работали с с дебаггингом Node.js, да, ну, или же реализовывали в 8-дебаг протокол, да, все те же самые вещи будут работать и с Дэна Хорошо, хорошо Ну, давайте, подходя, подходя немножко к завершению, да, посмотрим, что из себя представляет сама комьюнити Дэна, да, так или иначе, если анализировать, есть 6, скажем так, активных контрибьюторов с главным мейнтейнером в виде отца, да, и как Node.js, так и нынешнего Дэна, и, скажем так, более 100 человек сделали хотя бы один контрибьют в самый главный репозитор и Дэна, да, вот, если говорить про комьюнити, где мы можем задать какие-то вопросы, ну, или же пообщаться, да, или же в частности выразить там свое какое-то недовольствие, да, или же какие-то реквесты, то, скажем так, в Дэна это происходит все с помощью Дискорда, вот, ну, и на данный момент в Дискорде у нас есть 7000 пользователей, да, и около 1000 постоянных пользователей, вот, если же говорить про какие-то другие платформы, да, вопросов, да, то всеми нами любимый Stack Overflow имеет около 350 тегнутых вопросов с тегом Дэна, ну, если на то пошло, да, то, скажем так, то вопросы, то почти все вопросы не остались без ответа, да, а самые новые вопросы, скажем так, вот датируются буквально сегодняшним днем, да, и связаны с последним релизом Дэна. Ну, если тут проводить хоть какой-то, ну, да, я чуть не забыл, если, скажем так, использовать тот самый список модулей Дэна, о котором мы говорили ранее, X, да, то в нем зарегистрировано на данный момент около 1500 модулей. Если же проводить какие-то сравнения на JS, да, то, скажем так, то это ни в какие ворота не лезет, да, ну, как и, скажем так, по количеству каких-то энтузиастов и комьюнити, да, также и по количеству реализованных модулей, но если мне не изменяет память, да, то на данный момент в NPMGS зарегистрировано около 1,3 миллионов пакетов, да, что, скажем так, в 100 тысяч раз больше, чем мы видим здесь, вот. Ну, если, скажем так, а, даже не но, а если провести небольшой анализ вообще, какие мы имеем модули, да, то можно обратить внимание, да, что есть модули, скажем так, которые сюда пришли, для которых не понадобилось никакого сложного портирования, да, например, такие модули, как для работы с временем, да, и датами, как, вот, или же модули, которые, скажем так, утилитарные, да, для работы с коллекциями, для работы с разными объектами и так далее, да, вот. Ну, также, например, если говорить про какие-то знакомые вам библиотеки, да, например, для создания веб-серверов или чего-то такого, да, то еще нет, скажем так, прямых портов ни экспресса, ни коа, ну, кстати, как мы уже заметили, ну, по той причине, да, что непосредственно сам интерфейс взаимодействия с сетью, да, и создание веб-сервера на самом низком уровне, да, который есть у нас в Дэна, да, он совершенно отличается от того, что есть в Node.js, да, поэтому многие библиотеки будут проблематично портировать, да, ну, и ОАК, это как один из самых популярных сейчас фреймворков в Дэна для создания веб-серверов, вот. Если же, например, обратиться к таким вещам, как, например, какие-то драйверы, да, или ОРМки, или, или там, квери-билдеры для ваших любимых баз данных, да, ну, например, как база данных MongoDB, самая часто используемая база данных в связке с Node.js, да, имеет, ну, если так посмотреть, да, достаточно, достаточно, скажем так, на первый взгляд не очень серые, достаточно сырые реализации, да, которые даже собственные CI Payplane не проходят, вот, ну, и которые имеют очень скудную документацию, да, и которые даже, даже, ну, находятся, так или иначе, на стадии разработки, да, вот, ну, и, соответственно, если забегая наперед, да, такое, скажем так, со многими вещами, да, которые вы привыкли видеть в Node.js, ну, в плане сторонних библиотек, вот. Вот, ну, и подводя итоги, подводя итоги, подводя итоги, перед подбитием итогов, я хотел бы еще сказать, упомянуть буквально две вещи, которые не вышли на слайды, да, первая вещь, да, это то, что, скажем так, одной из потенциальных используемых вещей для Дэна, от его создателей, да, это, скажем так, Embedded Runtime Environment, да, или же встраиваемая среда исполнения, соответственно, Дэна поставляется в виде пакета для Раста, да, ну, или на терминологии Раста Крата, вот, который позволяет, скажем так, встраивать Дэна в какие-то ваши приложения, да, ну, и, соответственно, они это все позиционируют с той точки зрения, да, чтобы, чтобы разработчики каких-то движковых баз данных, да, которые, например, хотят позволить взаимодействовать со своими базами данных с помощью JavaScript, ну, например, далеко ходить не надо за примерами, да, например, в MongoDB, да, один из интерфейсов взаимодействия с базами данных, да, соответственно, ну, скажем так, мета-язык даже, скажем так, это не какой-то мета-язык, да, это непосредственно язык JavaScript, вот. Или же для таких сервисов, да, как то, что называется Functional Service, да, или же, или же там сервер он-деманд, ну, и, ну, я тут апеллирую к таким известным сервисам, да, как та же Amazon Lambda, да, да, или, или прочие serverless технологии, да, соответственно, вот тоже, скажем так, клауд-разработчики, да, могут использовать данный Раст заготовки для того, чтобы обеспечить, ну, так или иначе, защищенную среду исполнения, да, ну, и не делать каких-то, скажем так, сверху усилий, да, для того, чтобы обеспечить это все в виде сэндбокса. И еще вещь, которую я не упомянул, да, к сожалению, нет ни слайдов, ничего, это производительность, да, если говорить про производительность, то исторически, скажем так, начиная уже с первой версии Дэна, да, скажем так, если производить бенчмарк непосредственно самого TCP, скажем так, ну, взаимодействие по TCP сокету, да, с тем, как это реализовано на JS, да, то незначительной степени Дэна выигрывала, да, но выигрывала, если, скажем так, использовать обертку не Дэна, да, а использовать рост внутренности, да, и начиная с, если я не ошибаюсь, а вот, наверное, как раз-таки с релиза 1.0, да, который случился в мае прошлого года, скажем так, TCP взаимодействие, точнее, взаимодействие через TCP, да, в Дэна рантайме, да, незначительно выигрывала у Node.js. К сожалению, ну, подобные графики можно, скажем так, найти, ну, с этим сравнением, да, и в интернете, да, но, к сожалению, я не вставил это все в свою презентацию, ну, и также можно найти в интернете бенчмарки, да, но, к сожалению, я не успел их, скажем так, перепроверить и провести, вот. Ну, и, грубо говоря, делая выводы, да, и пытаясь ответить на главный вопрос всего нашего дня. Можно ли использовать, точнее, даже так, готов ли Дэна к замене Node.js, да, или же можно ли использовать Дэна сейчас в продакшене, да, ну, и, как мы все убедились, что, ну, давайте начнем издалека, да, у нас, скажем так, абсолютно переработанная система стандартной библиотеки, ну, и стандартного, и Дэна API, которая абсолютно несовместима с Node.js, что приводит нас к тому, что у нас потерялась обратная совместимость со всеми возможными библиотеками Node.js, а на текущем этапе развития, да, те библиотеки, которые у нас есть, есть, скажем так, и что-то годное, да, что вполне справляется со своими задачами, да, ну, а также есть очень много достаточно сырых продуктов, да, которые еще, мягко сказать, рискованно где-то использовать, вот. Несмотря на то, что у нас достаточно, скажем так, out-of-box идет очень много плюшек, да, то есть начиная от возможности там форматирования, линтинга, ну, который тоже, к слову, настраивается, да, компиляции, да, запуска, тестов. Я еще вспомнил, что я не показал по поводу автоматической генерации документов, да, на базе docstring, вот, вот все эти вещи, как бы, являются и приятным дополнением, да, но не сказать, что, скажем так, все это отсутствует в Node.js, ну, потому что так или иначе, с помощью сторонних модулей, с помощью дополнительных, ну, дополнительных модулей, да, этого всего можно добиться, да, ну, и поэтому, отвечая на вопрос, да, готов ли ДНК заменить Node.js, нет, на состояние января 2021 года, скажем так, это время еще не пришло, да, но здесь также стоит сделать историческую отсылку, да, к тому, как это все происходило с Node.js, ну, и, соответственно, прошло только 4 года, да, с момента вообще начала такого амбициозного проекта, да, и до того момента, как какая-то из крупных компаний, да, это был PayPal, его подхватил, да, и начал использовать в своем, ну, скажем так, для решения своих задач. Так, ну, наверное, наше время подходит в конце, хочу поблагодарить всех наших зрителей, которые сегодня присоединились, да, которые, да, послышали мой доклад, хочу также сказать спасибо компании PowerCode, да, которая это все организовала, соответственно, большой команде продакшена, которые сидят по ту сторону камеры, ну, и, да, желаю всем хорошего вечера и пока!